МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Вести Хакасия. С вами Татьяна Донцова. Здравствуйте. И главные темы. Историческое событие. Сегодня начался снос старого корпуса республиканской больницы. Расплата за неуплату. Судебные приставы описали последнее имущество сибирской губернии. Миллиардеров в Хакасии становится больше. В налоговой службе подвели итоги декларационной кампании. Буквально пару дней назад мы рассказывали, что глава республики дал распоряжение исключить иностранную рабочую силу из сельского хозяйства. Речь идет о незаконных мигрантах, которые выращивают овощи в тепличных комплексах недалеко от Абакана. И уже сегодня такая работа началась. Сотрудники миграционной службы провели рейд по нелегалам. О его результатах Ольга Стельмах. Несколько сотен теплиц опустили незадолго до нашего приезда. В том, что эти места обитаемы, сомнений нет. На столе еще горячая похлебка, недалеко сушатся вещи. Судя по всему, нелегалы ушли отсюда в большой спешке. Вы здесь вдвоем на вот этих всех теплицах работаете? Почему? Тут и местные работают. Не убежали, а мы вышли. Никого уже нет. Владельцы этих теплиц, как выяснилось, сюрпризов не любят. На подъездах выставлены наблюдатели. Они предупреждают о любой подозрительной машине. Только по предварительным подсчетам выращивают овощи. Здесь полторы тысячи нелегальных рабочих. Здесь же и живут. Далеко в неприхотливых условиях. Со спецслужбами в прятки не сыграешь. Час беглецов быстро нашли. По национальному составу рабочий коллектив весьма разнообразен. Есть выходцы из стран ближнего зарубежья. Но основной поток нелегалов по-прежнему из Китая. Многие даже не владеют русским языком. Давно работаете здесь? Между тем, для каждого региона устанавливают лимит на иностранных рабочих. В том числе и в Хакасии. В Хакасии 1109 единиц имеют разрешение на работу в Хакасии. Из них 135 имеют возможность работать овощеводами. Из них порядка 50 китайцев, именно китайских специалистов. Официально же в республике выращивают овощи всего 8 жителей Китая. Сами нарушители границ признаются. Едут сюда не от хорошей жизни. Да и прельщают неплохим заработком. Нам сказали, там легко работа ест. Если пойдешь туда, деньги платят там. Мы китайцам работаем здесь. А вот найти хозяина всех этих владений гораздо труднее. Официально владелец этой земли, житель Хакасии, сдал участок в аренду гражданину Китая. Тот подписал доверенность и вернулся на родину. Юридически привлечь к ответственности сегодня некого. Между тем, нанять нелегалов для работодателей соблазн большой. Дешевая рабочая сила, не нужно платить налоги. А главное, нет никаких трудовых обязательств. Недоволен зарплатой, вышвырнут на улицу. Людей превращают в рабов. А здесь много зарабатываете? Ну нормально, мы еще деньги не получили. Сказали нам 18 тысяч на месяц. За месяц? Да. 18 тысяч? Ну а реально еще не получили? Нет. Какие из нелегалов овощеводы, выводы делают уже специалисты Ростельхознадзора. Едкий запах и приготовленные для обработки удобрения явно не говорят о чистоте продуктов. Не знаю, насколько вредно. Это нужно определять готовую продукцию. Должен приезжать сюда специалист, который должен отбирать конкретно с партии готовые продукции, выращенные в каждой теплице, отбирать образцы. И делать анализ на тяжелые металлы и содержание нитратов. Овощи с этих теплиц продают не только в нашей республике. Поставщики из других регионов фурами вывозят отсюда помидоры и огурцы. Продажи вообще начались уже овощи? Продажи, да. Начали уже. Туда отыскать, это абаканы, на базар. Пинки. Там продают они. Незаконных овощеводов будут удерживать, пока не выяснят о них всю информацию. Для этого на их родины отправят запросы. Максимальная мера – выдворение из страны. Только в этом году Хакасию принудительно покинули 66 человек. Сколько за это время нелегально приехало в республику, неизвестно. В этот раз ночевать за решеткой останутся лишь 12 человек. На всех не хватает камер. Остальные вернутся, чтобы собрать новый урожай. При легальном выращивании овощей, прежде чем попасть на прилавки, проходит сертификацию, где специалисты подтверждают их безопасность. Вот эти помидоры поспеют меньше, чем через неделю. И, судя по огромному количеству химических удобрений, они вряд ли бы прошли экспертизу. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Поистине историческими можно назвать события, которые развернулись сегодня на территории республиканской больницы. Здесь начался снос старого корпуса. Здание, простоявшее больше 60 лет, признано аварийным. Всему виной землетрясения, произошедшие в последние годы. После сейсма событий в стенах и фундаменте появились трещины, которые постепенно расширялись, поэтому и было принято решение о сносе. Работа предстоит почти ювелирная. Здание примыкает к другому, поэтому его надо снести очень аккуратно, чтобы не повредить соседнее строение. Только разбор корпуса обойдется в 16 миллионов рублей. Работы будут идти в течение месяца. А вот проект нового корпуса поражает характеристиками. По планам Минрегионразвития Хакасии, это будет восьмиэтажное здание с подземным и техническим уровнями. Общая стоимость – 1 миллиард 350 миллионов. После постройки Хакасский Минздрав оснастит его самым современным медицинским оборудованием еще на 2 миллиарда рублей. На восьмиэтажах будут размещаться практически все отделения. Это хирургия, это ожоговый центр. Ну, полностью все, что положено по части хирургии. Там будет и гнойное отделение. Это достаточно такое будет самое современное насыщенное здание. И, как я уже сказал, сверху будет над восьмым этажом специальный технический этаж, где будет как раз у нас установлено вентиляционное оборудование. То есть, эта система будет обеспечивать как раз качественным микроклиматом вообще все здания, все кабинеты. Добавим, что несмотря на снос здания, больница продолжает работать в обычном режиме, проводя операции и лечение больных. Продолжится в этом году и снос домов, которые признаны аварийными. В течение года власти планируют переселить из ветхого жилья порядка 500 человек. Строительство новых домов по этой программе продолжается. Однако, не все идет гладко. В поселке Вершинатёй Аскизского района несколько зданий, построенных из кирпича и монолитной плиты, уже сданы в эксплуатацию. В них заселились люди. К примеру, пенсионерка Анна Луконина переехала в благоустроенную квартиру около двух лет назад. Но к качеству нового жилья у женщины есть большие претензии. Крыша все время течет. Как только прошлый год весной текло. Но тут мало-мало тут залепили мы, после не стало. А нынче прям ручьем бежала. Прислали каких-то там, они вот, это, простелили целлофан, чтобы не бежала. Сказали, что вот будем крышу перекрывать. И до сейчас никто не шевелится и не перекрывает. Уж везде мы обходили. И в это, в Абакан писали. И ничего толку нигде нет. Добавим, что принимали дома в эксплуатацию. И этот, в частности, поселковые власти. Накануне им рассказали о том, кто и на каких условиях получит в Хакасии бесплатные земельные участки. В республике вступил в силу соответствующий закон. Однако впереди грандиозная работа по подготовке инфраструктуры. Именно о сетях тепла, вода и электроснабжения шла речь на заседании, которое провел глава Хакасии. Подробности у Алексея Баинова. Совещание прошло быстро и в жесткой форме. Виктора Зимина мало интересовали данные о сделанном. Он требовал реальных предложений о том, что предстоит сделать. С появлением нового закона о землях для молодежи, категория льготников значительно увеличилась. И хотя Хакасия сейчас в числе федеральных лидеров по вопросам выделения земель, работы предстоит непочатый край. Есть договоренность с Федеральным фондом содействия развития жилищного строительства. Хакасии будут переданы 15 тысяч гектаров, принадлежащих НИИ аграрных проблем. Из них 900 гектаров пойдут под жилье. Кстати, скоро в республику приедет генеральный директор фонда Александр Браверман и лично познакомится с процессом выделения земельных участков. На совещании был озвучен ряд проблем. Не во всех территориях можно подыскать удобные для проживания земли. Да и большинство людей хотят строиться вблизи столицы Хакасии. Поэтому основной груз ложится на Усебаканские и Алтайские районы. Нужно согласовать планы всей инфраструктуры, чтобы люди сразу имели воду, дороги, социальные объекты, маршрутные автобусы, водоотведение. По предложению Виктора Зимина в состав рабочей группы включены специалисты Хакасэнерго. Их опыт строительства сетей в Сайногорске, Аскизе и других поселениях необходимо учитывать. При этом сами энергетики уже сейчас несут расходы. Средства потрачены, мощности запущены, а люди не торопятся с подключением. Примерно 50% из заявителей, они вот на сегодняшний день подключены. Значит, ну в ближайшее время надеемся, что и оставшиеся люди начнут потихоньку приходить. А иначе все впустую, иначе, ну я считаю, что нерационально. Мы построили мощности. Но, к сожалению, законам иного не предусмотрено, и мы вынуждены строить. По словам главы кабинета министров, расходы на создание инфраструктуры будут большими, и с этим ничего не поделаешь. Нужно сначала вложить, чтобы потом получить. Школы, детские сады, больницы, спортплощадки дадут людям жизнь. И тут же рядом появится бизнес. А это уже серьезные суммы налогов на долгие годы. Потеряем мы там 50-100 миллионов. Найдем миллиард. Да, это длинная игра. Три-четыре-пять лет. Но она, как говорят, игра стоится. Виктор Зимин подчеркнул, что эта программа является приоритетной для всей республики. И работа по ее выполнению – первоочередная задача для правительства и муниципалитетов. В Абакане за три дня обворовали сразу шесть коттеджей. Все преступления раскрыты. Арестованы двое жителей Сорска. Воры проникали в дома путем отжатия створок пластиковых окон. С собой забирали преимущественно сотовые телефоны и ноутбуки. То, что легко унести в руках и можно быстро продать в ломбарды. Похитителями оказались двое жителей Сорска – 33 и 20 лет. Оба мужчины ранее судимы за аналогичные преступления. За чужие ценности, украденные в Абакане, они выручили около 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы. Почти 60% жителей России с 1 июня потенциально могут стать нарушителями закона. В эту субботу вступает в силу запрет на курение в общественных местах. В День защиты детей в стране будет полностью запрещено курение в госучреждениях, в больницах, ресторанах, в общественном городском и пригородном транспорте, а также на вокзалах. С сигаретой нельзя появляться на стадионах, пляжах и детских площадках. Под ограничения попали все образовательные учреждения, неважно, частные или государственные. Например, чтобы студенту устроить перекур, от вуза необходимо удалиться минимум на 15 метров. В подъездах и лифтах дымить также запрещается. Следить за исполнением данного закона будет полиция. Правда, пока штрафные санкции за курение еще не прописаны в административном кодексе. Сотрудник, увидевший курильщика в неположенном месте, может только потребовать бросить сигарету. Если гражданин не прекратил это правонарушение, в таком случае наступит ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Штраф предусмотрен от 500 рублей до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Безусловно, мы не будем, наверное, целенаправленно работать в этом плане, прям курильщиков ловить. Наверное, нет. Я думаю, что все-таки это больше, наверное, правосознание самих граждан. Действительно, это плохо курить, это неправильно. Это пагом для здоровья, в первую очередь. Через год список мест, где запрещено курить, пополнится. Так, например, под запрет попадут гостиницы, санатории, а также поезда дальнего следования. Если курильщик со стажем решит добираться железнодорожным транспортом из Москвы во Владивосток, от сигарет ему придется отказаться на неделю. На птицефабрике «Сибирская губерния» сегодня вновь описывали имущество. Долг предприятия перевалил за 20 миллионов рублей. При этом рабочие утверждают, что зарплату им платят регулярно. Так чем же тогда вызван визит судебных приставов, выясняла Наталья Гармашова. Для представителей Ростехнадзора службы судебных приставов визит на птицефабрику обычный рабочий. Для сотрудников предприятия повод для тревоги. В очередной раз описывается имущество за долги. Сегодня приставам пришлось работать в кабинете директора. Только здесь остались вещи, которые числятся в собственности фабрики. Всего-то компьютеры, старая мебель. Больше нету, остальное все получается в аренде, вплоть до курицы, которые тоже указывают услугу и получают. В принципе, договора все это все предоставлено. Самого руководителя на месте нет. Уехала в командировку, оставив приказ о назначении исполняющим обязанности директора главного инженера. Александр Калиниченко посоветовал за комментариями обратиться к начальнику через неделю. Но несколько слов в поддержку предприятия все же сказал. Долги постоянно гасили. По электроэнергии погасили частично. По налогам погасили. Все погасили налоги. У службы судебных приставов на этот счет свое мнение. Птицефабрика в черном списке с 2011-го. Сумма долгов переваливала и за 20 миллионов. Платежей ждут 10 предприятий и организаций, в том числе и государственные. В полной мере фабрика не делает отчислений и в пенсионный фонд. Этот долг начал копиться с середины прошлого года. Сегодня он превысил 16 миллионов рублей. Мы не видим сегодня перспектив по погашению всей суммы. Самое страшное то, что мы сегодня недополучаем средства по страховой части, которые у нас идут на выплату текущих наших обязательств, пенсий. Птицефабрика, откладывая выплаты в долгий ящик, лишает своих же молодых сотрудников накопительной части трудовой пенсии. В фонде говорят, цель визита на предприятие не закрыть производство, а достучаться до руководства и узнать о конкретных планах не только по ликвидации долга, но и текущих платежей. Если у нас есть крупные должники по республике, то с ними как-то более-менее отлажена работа, то здесь практически руководитель Ирина Владимировна Балькова постоянно отсутствует. Рабочие цехов о проблемах предприятия знают, но говорят на себе, этого не ощущают. Птицеводы наращивают производство. На фабрике сегодня около миллиона голов птицы. В продажу каждый день идет 50 тонн мясопродукции. Работаем стабильно. Вы видите по продукции, которая здесь находится, что остановок производства никаких нет. Зарплата платится ежемесячно, деньгами, авансируется. Поэтому на зарплате никак не отражается. Наталья Гармышова, Дмитрий Парахин, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В ближайшие две недели будет закрыта для движения улица Кати Перекрещенко в Абакане. Там начинается ремонт асфальтового покрытия. Работы будут вестись в границах Дружбы народов, рынок Северный. Причем только с одной стороны. Там, где расположены жилые дома. Дорожники планируют уложиться в две недели. Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме. Проспект Дружбы народов, Торосово, Торговая, Кати Перекрещенко и далее по привычному маршруту. Троллейбусы будут ходить до аэропорта и обратно. А 1 июня закроют для движения улицу Торосово в границах Дружбы народов Лермонтово. Там тоже развернутся строительные работы. Правда, продлятся они всего два дня. А сейчас любопытная информация. В Хакассии на одного миллиардера стало больше. Теперь таких богачей в республике двое. К такому заключению пришли налоговики, которые подвели итоги декларационной кампании. Имена самых богатых жителей Хакассии не называются. Известно только, что прописаны оба миллиардера в Абакане. А значит, налог на доходы идет в бюджет столицы республики и региональную казну. Лидером по доходам стал налогоплательщик, который задекларировал более 4,5 миллиардов рублей. Для сравнения, это примерно пятая часть всего бюджета республики. Доходы от 100 миллионов до полумиллиарда рублей показали 27 человек. Это тоже больше, чем годом ранее. Почти 60 жителей республики получили от 10 до 100 миллионов. И менее 10 миллионов в декларациях указали полторы тысячи человек. Таковы главные новости дня. Звоните нам по телефону 22-72-82. Всего хорошего и до встречи в эфире.